Как закон сохранения энергии создал в эволюции? Но интересное явление. По этому закону в генетику откладываются наиболее сильные качества выживаемости. И в конечном счете самое сильное качество, которое развивается у человека, это способность к творчеству, который тоже по закону сохранения энергии осуществляется поиском наиболее простого решения, но через призму высших человеческих ценностей. Закон сохранения энергии создал, например, принцип подбора путем перебора с поиском при обучении наиболее простого действия. Также он создал принцип обучения на основе повторения. Повторяя какое-то действие до тех пор, пока оно не перерастет в навык и не будет осуществляться автоматически, вообще без энергозатрат. Посмотрите, как интересно, да? А что такое энергия? Но никто не знает, что такое энергия. Ну, в принципе, мы полагаем, что это потенциальная работа. Мы только знаем о том, что есть трансформация форм энергии, есть механическая энергия, есть энергия атомная, самая высшая из энергии – энергия стресса. Но это дикое напряжение. То есть стресс как-то связан с напряжением. И вот оказывается, что каждый раз, когда человек попадает в ситуацию неожиданную, без ожидаемой установки, у него происходит всплеск напряжения до такой высокой степени, где происходит вот этот перебор возможных решений, как поступить. По этому принципу, по принципу минимального энергозатратного или по закону энергосбережения. И вот оказывается, когда мы попадаем в ситуацию неожиданности, вот там Творец, который внутри нас, который в эволюции развился по закону сохранения энергии, сталкивается с неизвестностью. И там, естественно, максимально растет напряжение. И в этот момент происходит некое зацикливание. Возможное зависание, как компьютер. Ну, у человека крутится какая-то идея. Крутится, крутится, крутится. Вот он никак не может решить эту задачу. Он никак не ведет выход из тупика. И тогда я предложил метод подбора путем перебора, метод-ключ по критерию минимальных энергозатрат, по критерию скорости автоматизации начатого действия. И масса тому примеров, как Кайвер Германии, например, избавлялся от невроза своего, врубая лес. Врубая лес, он совершал повторяемые действия, снимающие напряжение. Или вы жеете жвачку, снимаете напряжение. То есть вы снижаете уровень напряжения путем повторяемого простого действия, которое подходит лично вам. И поэтому, когда я заявил впервые, что острый стресс снимается наиболее простым действием, ну, это вызывает некое такое парадоксальное, ментальное непонимание возникает, как это острый стресс вызывает при повторяемом простом действии снижение напряжения. Ну, как это бывает? А когда я еще заявил, что можно вот этот высокий стресс использовать в собственных целях, вот это высочайшее напряжение использовать в собственных целях, с целях вообще непонимания, ну, как это может быть? Ведь люди привыкли, что стресс – это плохо. Стереотипы нам всегда мешают. Нам всегда мешают понимать истину. А истина настолько проста, что додуматься трудно. Настолько она проста. Оказывается, на самом деле, некоторые во время стресса бегают, некоторые прыгают, некоторые плавают, некоторые играют на барабане. Кому что подходит. Поэтому рекомендуется бегать, рекомендуется плавать. Отсюда возник вообще спорт, физкультура. Из закона сохранения энергии возникли все направления медитации, мантры, повторяемая молитва, повторяемое действие простое. Ну, у нас ключевая разгрузка, когда мы с высочайшего стресса можем выйти за счет повторяемого простого действия – шалтай-балтай, или покачивания, или какого-то другого действия, ритм которого совпадает с уровнем напряжения. И напряжение падает. А как вот использовать энергию стресса в желаемом направлении? Ведь это самая мощная из всех энергий. А дело в том, что установка психологическая, она реализуется, когда есть напряжение, то есть когда есть энергия. То есть психологическая установка трансформируется в психофизиологическую доминанту при наличии этого напряжения. Когда есть энергия. Вот если психологическое ожидание чего-то, да, и вот когда у вас есть энергия, так вот оказывается, если на пике самого высокого напряжения у вас будет ожидание, то есть психологическая установка позитивного результата, то вот эта мощность энергии, которая возникла при стрессе, при такой установке, она пойдет в направление этого адреса. А если в момент неизвестности, в момент неожиданности у вас возник стресс, и у вас ожидание негативное, то пойдет в этом направлении. И вся задача заключалась в том, чтобы научиться в момент сильного стресса свое ожидание иметь позитивным. Для этого мы во время разгрузки перезагружаем наш мозг, создаем новую доминанту, вектор внутримозговых отношений, который позволяет потом, в момент, когда вам совсем-совсем как бы плохо, вспомнить свое желание, то бишь ожидание, куда пойдет это направление энергии. И ваши желания начинают осуществляться, потому что установка реализуется психологическая при наличии напряжения, то есть энергии. Вся задача в практическом варианте заключалась в том, чтобы правильно сделать эту разгрузку и, выходя на нулевое состояние, перезагрузиться, то есть настроиться на то, что в момент любого стресса у вас возникает, в памяти мгновенно вспыхивает в ваше желание, которое после этого будет исполняться. Почему это делается во время ключевой разгрузки? Потому что в обычных условиях жизни, к которым человек привык, при тех и адаптационных настройках, которые у него в мозге работают, нас никогда не учили, что если ты во время сильного стресса загадаешь желание или будешь ждать позитивного результата, нас никогда этого не учили. Нам всегда говорили, вообще любая результативность зависит от того, насколько вы в этом упорны, насколько вы в этом старательны. Да, и вот когда человек обычно зависает в какой-то ситуации, делает какую-то работу, у него не получается, а он продолжает долбить ее, долбить ее. На самом деле все так просто, что трудно до этого додуматься. Настолько это просто. Оказывается, в этот момент, если у вас что-то не получается, надо начать делать так, и то, что у вас получается. И когда вы несколько раз делаете то, что у вас получается, напряжение у вас снижается, и начинает получаться и то, что раньше не получалось. И в методе ключ у нас такое, необычное правило обучения. Делай только те приемы, которые получаются, и отбрасывай те, которые не получаются. При этом получается то, что через некоторое время начинает получаться и то, что раньше не получалось. Вместо того, что ты настойчиво будешь долбить в ту точку, которая у тебя не выходит. Это очень интересно, что закон сохранения энергии был вектором развития и эволюции, приведшей к созданию сознания и самосознанию человека. Он же лежит в основе процессов обучения, процессов тренировки, процессов творчества. И вот сейчас он лежит в основе того, что мы поняли наконец, я понял, что на пике напряжения, на пике стресса, если у вас есть установка позитивного ожидания, то у вас ваше желание исполняется. Это очень интересно. Поэтому, когда вы проходите курс по методу ключ, то вы научаетесь разгрузке ключевой, а там вот так вот перезагружаться. Чем больше стресса, тем больше сил. И загадать заранее желание, заложить себе туда, чтобы в момент, это во время перезагрузки такое делается, когда вы это способны сделать, потому что в обычной жизни вы не можете себе это даже представить, что в момент стресса вы тут же вспомните свое желание и будете ждать, когда оно исполнится. Но это невозможно в обычной жизни, потому что, когда у вас сильный стресс, вы за голову лучше хватаетесь, это проще, чтобы уберечься от разрушительного стресса. А тут мы эту мощнейшую энергию используем в мирных целях. Поэтому, друзья мои, к Новому году загадайте себе желание и ждите стресса, любого стресса. И в момент, когда у вас будет сильный стресс, неожиданность какая-то, неприятность какая-то, ну что-то случилось, беспокойство, до нервной дрожи, до мандража, до тряски в теле, ну что-то плохое у вас совсем плохо, вспомните это желание, и оно в Новом году у вас исполнится. Привет, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...